Это оперативная съемка с места событий шестилетней давности. Следственный комитет установил о непригодности дома для проживания местные говорили, начиная с 1090 года. Однако власти бездействовали. В 2008-м независимые эксперты подтвердили, расселять дом и ремонтировать, а то и сносить его нужно немедленно. На должность главы администрации Струнина тогда уже был назначен Горшков. По версии следствия, чиновник свой отказ в помощи людям мотивировал отсутствием денег. Он не обращался ни в Горсовет с предложением перефинансирования, не планировал вступить в региональную адресную программу по переселению. Следователи уверены, он начал разводить бюрократию на пустом месте. В мае 2011-го произошло обрушение стены и перекрытий в восьми квартирах. Долгое время обвиняемой считалась глава управкомпании, проводившая ремонт жилого помещения. Однако после допроса 30 свидетелей, проведения десятков суд экспертиз, обвинение было предъявлено Горшкову. Свою вину он так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. На него распространилось амнистие, на Горшкову его 70 лет. Именно это основание явилось для применения акта амнистии по предельному возрасту, привлечения к назначению наказания и отбытия. Но, во всяком случае, еще раз повторю и акцентирую внимание, бывший чиновник признан виновным в халатности, поврекший гибель двух человек и причинивший ущерб гражданам в крупном размере. Сумма ущерба почти 4,5 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны 37 жителей Струнина. Многие из них подали гражданские иски о возмещении ущерба. Скорее всего, средства будут изысканы из муниципальных источников.